так ну вот продолжаю разборку его потому что я его как бы завел он на закрытой заслонке завелся все вроде бы нормально прогазовал но когда отпускаешь газ то без закрытия заслонки завести его невозможно скорее всего что здесь есть проблема с сальниками коленвала обычно такие симптомы вот вылазит когда сальники коленвала уже вышли из строя и тогда возникает вот такая вот проблема ну что ж будем смотреть на сальники коленвала проверим сразу же и крепление крепление ну судя потому что здесь забрызгана то сальник коленвала наверняка этот вышел из строя вот мы сейчас это все посмотрим значит проверим с вами поменяем сальники здесь и проверим с вами затяжку цилиндра тоже уже разбираю сделаем все это по правильному посмотрим уже и сюда я снимаю верхнюю защиту полностью чтобы добраться до винтов крепления цилиндра сейчас все сделаю здесь сальники коленвала стоят одинаковые то есть и передний и задний сальник они одного размера я вам покажу то есть в отличие от бензокоз с 40 либо 44 поршневой где сальники разного размера на этой модели сальники одного размера то есть передний и задний он маленький крышку снять мне надо отсоединить провода что я и делаю провода а теперь я могу снять эту верхнюю крышку снял верхнюю крышку и проверю крепление цилиндра 4 винта затяжку при проверю крепление хорошая крепится винты не ослабли так теперь теперь нам надо открутить для того чтобы добраться до сальников но я сейчас сниму еще и чтоб мне не мешало тросик газа сниму потому что он не мешает неудобно крутить все тросик газа и отсоединил и теперь у меня более такой удобный доступ до того чтобы добраться до сальников так значит что я делаю откручиваем перед для того чтобы нам поменять передний сальник нам нужно снять магнета снять магнит на снять снять сцепление снять магнит откручиваем крышечку защитную вот эту крышку картер и тогда я сейчас доберусь до магнета показываю что тогда точно потому что потому что чтобы все было понятно вам этих половинчатых видео где а мы делаем вот так вот делаем вот так вот и конце концов хочу непонятно так смотрите снял я переднюю крышку снял стартер теперь нам нужно зафиксировать поршень поршень мы фиксируем фиксируем веревкой на которой навязаны узлы я так фиксирую поршни всегда и в данном случае то же самое сделаю и то есть я выставляю таким образом поршень чтобы он перекрыл выхлопное отверстие и сейчас сюда вставляю вот так вот веревку с накрученными узлами фиксировать поршень веревкой нужно потому что если вы будете фиксировать поршень какими-то болтами металлическими еще чем-то то можете его поломать вот я зафиксировал поршень теперь я могу открутить открутить вот этот вот привод стартера здесь 4 14 и посмотрим что у нас здесь вот я открутил смотрю сальник находится глубоко внутри вот но мы его сейчас подковырнем не вытянем потому что сальник судя по всему он не работает он свободно болтается вот он задубевший полностью задубевший сальник он даже когда его снимал он просто вот рассыпался теперь мне надо снять сцепление для того чтобы открутить магнета то есть я беру ключ на 17 и откручиваю сцепление так сцепление открутил теперь откручиваю магнета но здесь ключ тоже на 14 обычно на 13 стоит но здесь стоит гайка на 14 я выкручиваю эту гайку под ней находится шайба и стопорная шайба вот теперь я их вы вынул ставлю обратно гайку заподлицо с коленвалом для чего это делаю для того чтобы сбить магнета вот я когда поставил заподлицо с коленвалом вот теперь я могу сбить магнета я беру вот наца наставочку вот такую вот и ударом сбиваю магнета все магнета я сбил делайте через наставочку и гаечку закрутите чтоб не забить резьбу вот то же самое если вы видите сальник вылез сальник болтается вот она он задубевший вылез сейчас я возьму эти сальники и их заменю так вот один сальник и вот второй сам вставляем сальники на свои места предварительно я маслецом смазываю внутреннюю часть сальничка и одеваю его вот так вот на свое место его надо установить плотно поэтому желательно взять надставочку аккуратненько аккуратненько его просадить на свое место вот все сальник встал на свое место и точно так же с этой стороны промазываю беру сальник и вставляю его на свое посадочное место руками его туда вдавил теперь надставочку и чтобы он ровно лег на свое место поставил назад можно теперь поставить обратно магнета закрутить это все и дальше уже собрать и попробовать завести теперь он должен работать нормально без всяких проблем так вот я поставил шпонку и одеваю магнета вот так вот направляю чтобы магнета стала на шпонку проверьте чтобы шпонка нигде не вылезла чтобы она стала на свое место так и зажимаю гайку хорошо закручиваете магнета магнета должно быть закручено плотно так и закручиваю с этой стороны вот такую чашку чашку стартера все закрутили можно сразу же поставить стартер на свое место так смотрите вот это вот пластина должна стоять на стартере вот сначала ставится стартер а потом ставится вот эта пластина не наоборот многие ставят неправильно под низ под стартер тогда стартер стоит с перекосом если эта пластина вот так вот выпирает эта пластина которая крепит бачок ну подкрепляет скажем так бачок вот она выпирает немножко возьмите молоточек и ее вот так вот выгнете чтоб она стала на свое место так теперь закрутим сцепление шайбы и ставим сцепление на свое место сцепление должно таким образом стоять вот кулачки до чтобы они когда раскрываются они раскрывались в эту сторону не наоборот на некоторых сцеплениях есть стрелка какую сторону вращается здесь вращается вот в эту сторону против часовой стрелки поэтому когда вы ставите на китайских всех бензотриммерах и такого типа бензотриммерах вращается против часовой стрелки магнета поэтому вы соответственно и кулачки так должны расположить на левом а как там по-другому вращается в другую сторону поэтому там есть свои нюансы так вот установили сцепление и хорошо опять же затягиваем эти болты все поставили на место все нормально вот теперь можно вытянуть веревку все и проверить как оно вращается закрываем закрываем крышку переднюю крышку здесь вот такая есть пластмассовая ну типа направляющая или как это назвать которая направляет поток воздуха можно ее ставить можно это ее не ставить в принципе она особо никакой роли вот этого часть не играет ее можно и не поставить ну если она стоит и вам удобно то есть вы можете нормально его поставить на место то можете поставить то есть я говорю что принципиальной роли она никакой не играет главное чтобы она стала на место и не болталась не попала на само магнета когда вы будете собирать то есть вот 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 так всё закрутили поставим теперь поставим верхнюю часть вот эту вот крышку поставили вот эту вот 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 ту предварительную проверку сальников которые я делал то есть они как бы работали пока они не были нагреты но это как я еще раз скажу это так очень грубая и предварительная проверка то есть на самом деле как работают сальники это можно увидеть после того как вы ее заведете то есть если она стабильно работает на холостом ходу после прогрева заводится на открытой заслонке тогда проблем с сальниками нет если вот в таком случае как в этом когда она заводилась на закрытой заслонке даже на горячую и невозможно было нормально ее вывести на холостой ход это говорит о том что здесь есть как бы проблема но и по внешнему виду тут тоже было видно что какие-то были проблемы но я грешил здесь на переходник карбюратора потому что карбюратор был не совсем хорошо прикручен то есть переходники не было прокладки поэтому я проверил сначала почистил карбюратор и все проверил но когда я убедился о том что она не работает нормально не держит обороты вот тогда мы уже с вами начали открывать и смотреть на сальники коленвала так сейчас я ставлю обратно штангу прикручиваю потому что без вот этой чашки заводить ее нельзя иначе если вы заведете без этой чашки кулачки сцепления разойдутся начнут бить по корпусу и может разлететься в разные стороны пружина лопнет может побить очень сильно поэтому обязательно прикручиваете вот эту чашку можете штангу не прикручивать но чашку прикрутите обязательно то есть есть все поставить ручку газа на свое место вот ставили тросик закрутили закрутили и зафиксировали подсоединяем провода и ставим ручку газа на свое место и 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 ну все я собрал закручиваю свечу и сейчас буду проверять ее как она работает наоборот сейчас я пока выключу видео и проверю я ее завел теперь она завелась отлично работает отлично никаких регулировок я не делал то есть винт вот этот регулировочный винт который я поставил на карбюраторе на два оборота он работает вензотриммер работает на этой регулировке очень хорошо то есть он работает и на холостом ходу и очень резво хорошо набирает обороты сейчас я вам заведу ее бензотриммер сделан то есть начну я делал на этом бензотриммере на этом бензотриммере я перед поменял переходник карбюратора потому что на нем вот здесь есть трещины я поставил новую прокладку между переходником карбюратора и цилиндра я заменил сальники коленвала которые вот так вот уже рассыпаются видите я их ломаю я почистил карбюратор проверил трубки и поставил новый топливный фильтр все принципе триммер готов к эксплуатации весной он уже весна в принципе когда начнется сезон он без проблем заведется и будет работать всем спасибо за внимание подписывайтесь на мой канал сам себе бензомастер youtube смотрите то есть сезон начинается по триммерам будет еще очень много много разных видео ну так же по пилам будут видео сейчас сезон в основном будут больше триммера зимой больше бензопил редко когда триммера выскакивает тем не менее и те и те видео будут появляться всем спасибо за внимание до новых встреч а